Всем привет, с вами Станислав Орехов. Спасибо за то, что проявили активность. Напоминаю, что у меня началась серия постов о том, как продвигать свои услуги, если вы дизайнер и если вы хотите продвигаться. И вот первый пост был посвящен сайту. И я попросил присылать ваши сайты для комментариев, если у кого-то будет желание. И несколько человек прислал, а сейчас я постараюсь быстренько их разобрать. Хочу сказать одно самое важное, самое главное. Я сейчас разберу их так, как это видит клиент, и давайте с вами договоримся. У нас будут посты по поводу лендингов и прямых продаж чуть позже. Но вот сейчас, как будто, давайте договоримся, вас мне посоветовали. Я зашел на ваш сайт и вот смотрю этот сайт с точки зрения клиента, который более-менее подготовлен и заинтересован вас. То есть я, может быть, не сразу закрываю, если просто по рекламе зашел я, зашел целенаправленно. Ищу, допустим, уже себе дизайнера. Итак, поехали. Первый. Мечты сбываются. 74.mercht.ru Что я вижу? Более 300 проектов, реализованный объект, активный проектированный, благоустройство, дизайн интерьера, декора, автоксовское сопровождение и все остальное. Ну, в целом, что я могу сказать? В целом, все хорошо. Ну, вот пока, да, если, опять же, если я заинтересован. Первое, что мы видим, это скидка 20% на дизайн интерьеров в октябре. Ну, не знаю, кто как, я могу говорить только для себя. Когда у вас необоснованная скидка, то кажется всего лишь одно, что у вас скидка на накидку. Когда вам с порога прям дают скидку, это действует немножечко странно. Кажется, что либо у вас цены завышены, либо вы себя настолько не уважаете, что сразу же скидку даете. Еще не поняв задачу, даете вдруг раз и скидку. Дальше начинает что-то крутиться. 20 лет в архитектуре дизайна, более 300 проектов. Ну, окей, крутится и крутится. Мне, ну, лично, опять же, мне не очень нравится, меня смущает то, что много разных мелких окошечек, и все крутится. То есть, крутится и вот эта вот часть, и вот эта. Но в целом очень неплохо, да, вот зелененькие накладочки. Архитектурное проектирование и благоустройство за интерьер, декор, автоспровождение, комплектация. Здесь показаны, какие услуги вы делаете. Как можно было сделать лучше. Лучше можно было сделать достаточно просто. Если вы покажете не то, что вы делаете, а какую пользу это несет клиенту. Соответственно, архитектурное проектирование и благоустройство, что это такое? То есть, это прям показать картинку, да, вот у вас картинка, наверное, вот соответствует. Но не видно, да, что вот это соответствует вот это. И нужно сравнивать. Я трачу мозг, силы мозга на то, чтобы начинать догадываться и думать. У меня не вот этот вот единый блок получается, а у меня получаются отдельные услуги, да, и отдельно еще картиночки. Непонятно, к чему и почему. Наши проекты. Ну, к чему я это сейчас говорю? К тому, что идеально, если вы делаете одновременно в единые блоки и описываете услугу и показываете портфолио. Вообще идеально, чтобы вообще как можно было меньше информации. Идеально, если бы у вас была одна картинка, на ней бы все написано, нарисовано. Как вот буклет А4 или буклет А5. Размеры, и там все показано. Ну, еще раз говорю, в целом окей. То есть, если я заинтересован вами и мне вас посоветовали, я захожу, смотрю. И давайте я дальше пока главное не пойду, только главное посмотрим. В целом, наверное, неплохо. Дальше. Консультации по услугам архитектора и дизайна компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг. Подготовят индивидуальные коммерческие предложения. Ну, звучит немножко бюрократически, как будто будут готовить там целый отдел, какие-то сметчики сидят, еще кто-то. Я не могу сопоставить себя. Я, ну, то есть, я-то живой человек, я не хочу общаться с отделом, я хочу общаться также с живым человеком. Если вы поставите фоточку, что вот наш консультант, там, как вас зовут или как зовут вашего консультанта, кто это сделает, прям вот он, вот оставьте заявку сейчас, получите консультацию, и он вам сразу же позвонит. Это будет гораздо милее и гораздо более комфортнее, да, для человека, я так думаю. Следующая миссия нашей компании, единственный способ делать, что хорошо, это любить то, что ты делаешь, каждый день посвященный этому, мы меняем мир вокруг, наша цель вдохновлять людей и делать то, что у нас получается лучше всего отличаться от других. Ну, окей, это цель и миссия всех остальных, как докажешь, возникает вопрос, как докажешь, иначе это вода. А лучше всего у нас получается проектировать дома для счастливой жизни, комфортное пространство для работы и отдыха, наполнять их интерьером смысла и продуктивности. Я сейчас вам дам один небольшой инструмент, да, такой способ, который может вам помочь, в данном случае не только вам, а многим, кто пытается вот рассказать, какие они хорошие и пригожие. Не нужно этого рассказывать в тексте, ну, во-первых, мало кто досюда дочитает, надо показать, как вы это делаете. Вот если вы заявляете, что вот единственный способ сделать то, что ты любишь, то покажите, как вы любите. Я бы поверил больше, чем вот этому тексту, ваши фотки на объекте, что вот я сижу сейчас, допустим, вот была бы на главной странице или где-то здесь фотка, как вы сидите в гостиной с заказчиком довольным и пьете чай. И вот заказчик, вот он доволен интерьером, да, и там было бы подписано, что вот мы с заказчиком пьем чай из самовара, и заказчик, цитата заказчика, что мне все понравилось, человек, вот как вы написали, только из его уст, тогда это в это поверишь. Сейчас, я думаю, что можно зачеркнуть вашу компанию, хотя она даже и не подписана, и поставить абсолютно любую, и ничего не изменится. Если ничего не изменится, то это лишняя информация, она просто мусор визуальный и ничего подробного не дает. То есть идея хорошая на воплощении, наверное, все сводится всегда к воплощению. Все идеи, все триггеры, все вот правильное написание, все, что вы видели, слышали в учебниках, в книжках, это все отлично, вы использовали, да, но все сводится в итоге к воплощению, к мелочам, которые делают именно качественные или некачественные, красивые или некрасивые, вызывающие доверие или невызывающие доверие, то есть все складывается из мелочей. Дальше, ну новости как-то вот совсем, игры 4 октября, ну, кстати, неплохо, да, что вот есть какая-то движуха, 4 октября у вас была скидка на дизайн интерьеров в октябре, ну давайте, ладно, я нажму. Стартовала акция «Красивый дизайн скидка». Великолепная осень вдохновила вас сделать подарок нашим будущим заказчикам. Что вас осень вдохновила и что почему? Заключение договора на дизайн проект дома до конца октября дарим скидку 20%. Гарантируем вам высокосовременной тире. Ну, не написано почему, какая причина. То, что осень наступила, это плохая причина. Кажется, что у вас цены завышены и вы прогибаетесь. При этом я не вижу цены. Вот я должен куда-то лезть, где я цену-то узнаю? Скидка от чего? От бублика 20%. Где цена-то? Указывайте цену, тогда будет понятно. Так, ну хорошо. А, вот, ну смотрите, как круто. Смотрите, какая у вас компания офигенная. Вот, вот с этого надо было начинать. Вот сейчас я вижу какую-то жизнь, а вот здесь вот я вижу, ну, как будто, не знаю, фрилансер какой-то чего-то там наковырял и собрал из интернета. Я бы вот прям с этого бы начинал. Вот наша команда сделает дизайн. Сфоткал бы девчонок за работой. Прям отличная тема. У вас так много людей, вы такие крутые, а вот по первой страничке не скажешь. Видите, я случайно сюда вообще кликнул. Вы большие молодцы. А вот награды какие-то. Вот, да, вот это тоже надо. Команда. Супер. А, вот у вас и команда есть. Ну, слушайте, все круто, все супер. Короче, вам надо перепозиционировать это все. У вас все есть. У вас есть работы, у вас есть проекты. Вам нужен просто правильный вот этот, правильный алгоритм, как это разместить, что должно быть на главной, что должно быть на второстепенной и все остальное. Вам нужно спецпредложение нормальное. Вам нужно продукты, описание цены. Вам нужен нормальный верстальщик, нормальный дизайнер. И у вас просто огромные шансы на то, чтобы сайт и вообще ваше все приложение было бы очень круто упаковано. Поэтому молодец, поздравляю, здесь все супер. Следующий. Я не смотрел предварительно, поэтому смотрю, как есть. Вот эти картинки, да, известные, их все видны. Но давайте посмотрим, что тут видим. Опять же, главное, да, главное портфолио. И я не понимаю, чем вы занимаетесь. Вот я пытаюсь догадаться, но, допустим, мне вас посоветовали, я все-таки пытаюсь, да, разобраться. Уникальное предложение. Что такое уникальное предложение? Новый цен на дизайн-студия. Вот уникальное приложение не пишите никогда. Не пишите уникальное, не пишите там любые абстракции. Уберите просто, это абсолютно ни к чему не ведет. Что за уникальное, сразу вы пишите. Делаем жизнь красивее вместе. И чего? Вообще непонятно, что вы имеете в виду. Дизайн-ландшафтовый интерьер для бизнеса и частных лиц. Ну, типа для всех, да? Ну, дизайн для всех. Высокохудожественные сады. А где сады-то вообще? У вас ни одного сада нет. А, вот какой-то сад. Эксклюзивный дизайн. Эксклюзивный, вот еще одно слово. Красивее, эксклюзивнее и все остальное. Отражение вашей индивидуальности. Что вы знаете про мою индивидуальность? Почему вы лезете ко мне в жизнь? Непонятно. Свяжитесь с нами. Для начала работа на... С чего бы мне связываться? Вы никак не вдохновили, не убедили. Нет, это очень плохо. Это лучше вообще все отчеркнуть и удалить полностью. Я не вижу, где ваши ландшафты. У вас вот какие-то живописи, а вы пишите о ландшафтах. Портфолио достаточно странное. Вот эта вот картинка какая-то Mazda CX у меня такая была давно. Седьмая, что ли, и как-то она вмонтирована. Вообще непонятно. Ну, то есть, очень странно у вас все. Портфолио, ландшафтный дизайн. Что у вас за портфолио? Загружаем портфолио. Отлично. Что это такое? А, вот инвестиционный проект. Ага, ну вот, какая-то движуха пошла. Ну, вот, окей. Есть какой-то проект. Визуализация, конечно, ужасная. Это нельзя никому показывать. Но, как минимум, надо нормальную визуалку сделать. Вот, может быть, с проектом все отлично, но что с визуалкой-то не то? Работа мастерской. Ну, я так и не понял, вы продаете картины или вы продаете ландшафт? У вас как-то все смешано. Диплом, третье место. Надо определиться, либо вы картины продаете, либо ландшафт. Если у вас один вот этот проект, и вы его хотите продавать, то картину уберите, сделайте одну страницу, да, именно с этим проектом. Но предварительно вам нужно будет его точно нормально оформить. Если сами не умеете, отдайте чертежникам, ну, не чертежникам, визуализаторам, да, они вам покрасят, пусть это будет стоить денег, но зато на этот проект, наверное, люди могут. Уже можно будет их как-то брать. Так вот, ну, никто не захочет с таким качеством, потому что, ну, картинки, даже если тут какая-то идея есть, и все круто, хотя я не уверен, даже если это так, то похоже больше на дипломный какой-то проект, нежели на что-то хорошее. А нас, команда RUART работает с 2005 года. Ничего себе, у вас одна работа только. Мы работаем вместе, это Виктор и Марина, художник-хитект. Наша цель создавать действительно уютные, грамотные, красивые вещи, дело то, чтобы она... Ну, где же вы, что вы делаете? Где вы делаете? Что вы делаете? Я ни одной картинки не вижу. Только дипломы и визуализация, и изображение, и все. Нет, я думаю, что если вы с 2005 года работаете, у вас как минимум за более чем 10 лет, наверное, больше, чем одной работы, я думаю, с них и стоит начать. Абсолютно бессмысленно делать что-то еще, пока нет портфолио вообще. Дальше. Тренд-декор, студия и дизайн интерьера. Этот сайт я уже смотрел, мне понравилось, здесь с оформлением все супер, но на что мы обращаем внимание? Вот, допустим, у меня какой-то маленький ноутбук или с телефона я залез, и что я вижу? Я вижу, что вот эта вот полезная площадь, да, она вот всего одна, и почему-то я когда навожу, она становится серым, хотя я не понимаю, почему, что это за эффект такой странный, зачем. И самое обидное, что вот эта вот часть, она занята вот этим вот слоганом «Создание стильных интерьеров». И чего? То есть, что я какую пользу эту получу? Вы мне, может быть, создадите стильный интерьер, да? Что такое стильный интерьер? Там было слово другое, она вот заменили на красивый или что-то такое было. Заменили на стильный. И что? Дальше-то что? Зачем вы тратите вот эту вот как бы самую-самую полезную площадь, которую можно использовать под нормальное позиционирование? Для кого? Для чего? Что такое стильный интерьер, в конце концов, объяснить. Можно эту картинку было в центр поставить и прям понатыкать, да, здесь слева-справа, показать, что вы имеете в виду стильный. Может быть, это сочетание подужек и дивана, сочетание, там, не знаю, каких-нибудь вазочек и столиков. Хотя вот у вас здесь серебряная, да, а здесь бронзовая, не бронзовая, а латунная, да, разный цвет, уже тоже возникает вопрос, почему так и задумано. Значит, объяснить, что так и задумано. Мы специально объединяем, необъединимый, например, почему здесь там керамогранит или сланец, а здесь дуб. Вот, ну в чем ваше понимание сильного интерьера? Не надо писать, чтобы сделать стильный интерьер. Лучше всего просто это, просто тупо показать, что вы имеете в виду, и тогда будет все понятно. Вот, когда я даже навожу мышки, тоже очень непонятно. Дальше, мило. Дизайн интерьера, моя миссия. Опять ваша миссия. Кто вас сучит все миссии писать? Миссии пишется, когда она есть, когда она имеет смысл, когда у вас все остальное уже упаковано, и все круто. Значит, никому ваша миссия, кроме вас, абсолютно не нужна, не интересна, пока вы не убедите, ну, вообще всех, что у вас чего-то есть стоящее посмотреть. Пока я вижу только одну картинку, ну, дальше я забегаю назад, вперед-вниз, вижу, что картинок много. На самом деле, я считаю, что вот это и надо показывать. Прямо сразу к делу. Вот же у вас офигенный интерьер. Прямо тут же его можно тыкать куда-то, да? Что-то у меня улетело все. Другие места. Прямо тут же его можно показывать вот здесь. Здесь же на самой главной, да? Зачем куда-то ходить? И мне не нужно мотать, и вы показываете то, что вы делаете, сразу к делу. А вот это вот вторая страница, и здесь все отлично. Я так понимаю, вы ведете Инстаграм еще, да? И у вас там что-то интересное и полезное. Ну, давайте посмотрим. Опять же, что вы хотите, чтобы я тыкнул или нет? Если да, то зачем тыкать? Ага, ну вот у вас есть здесь описание. Классно, да? Вот есть проекты, описания. У вас, я так вижу, там один проект, да? Ну, один такой полноценный с визуализацией, а остальное вот еще вы только начинаете. Но у вас хорошая работа, хороший потенциал, и все очень круто. Но не видно никакого описания. Ну, вот вы ленитесь, но здесь самое четкое было бы, если бы вы описали, что здесь находится. Вот вы поставили кучу хэштегов, но они никакой пользы не несут, и подписчиков вам тоже не несут никаких, ну, вот видите, да? То есть, ну, окей, захэштегировали, и чего? Напишите, какие решения вы принимаете. Это будет гораздо полезнее. На самом деле, подписчики-то вам особо не нужны. Вам нужны не подписчики, а внимание, то есть, не количество, а качество. Поэтому, ну что, кухня, проект, и чего? Какой я вывод из этого сделаю? Ну, кухня, кухня, проект, и проект. Дальше-то что? Что мне, как клиенту, из этого нужно понять? Мне такое сделают? Сколько она стоит? Ну, что я? Какую информацию вынесу? Абсолютно непонятно. Дальше. Дальше я могу нажать. Опять же, если выходить, чтобы я нажал, так и надо написать, нажмите на изображение, на видео, и для чего? Вот здесь круто, да, какая-то движуха пошла, типа вы работаете, но я бы тоже предпочел, чтобы была какая-то подпись. Что вы делаете? То есть, вот так я, и прямо можно рассказать, да, вот так я подбираю мебель, вот так я подбираю образцы, вот так я еще что-то подбираю, вот так я черчу. Ну, как бы так, просто видеоряд картинки. Это лучше, чем ничего, показывает вас, как живого человека, но информации никакой не несет, поэтому можно было сделать лучше. Самое клевое, я считаю, это вот эта часть, и если были подписи, ничего, да как, то было бы хорошо. Контакты, отлично, ну хорошо, но у вас нет призыва к действию. Чего делать-то? Вот я пролистал, и чего? Ну хорошо, закрываю, иду к следующему, вот к этим ребятам, идем или к этим. Вот, что делать-то, если я клиент? Почему мы забыли самое главное? А нас, услуги, цены, ну это просто лендинг с навигацией такой, но лендинг без причины действует, без дедлайна не работает, то есть тут скорее, если у вас одна работа, надо ее и показывать, и оставлять. Отлично, дальше, Челябинск, интерьеров, дизайн-студия, сделайте свой дом на 100% уютно, с помощью наших идей и дизайн-проекта. Ну, наконец-то, хоть кто-то что-то написал на главное, чтобы было понимание, что делать. Но что-то много всего написано, покороче можно. Бесплатные консультации по выбору материалов, мебели и светильников. Еще одно, что я хотел сказать, если вы позиционируетесь как эксперт, мы об этом поговорим чуть дальше, но если вы позиционируетесь как эксперт, не надо бесплатно ничего давать. И вообще люди, нормальные люди, они не будут на бесплатный сыр кидаться. Вот право, легче заплатить, чем попадать к человеку, который себя не уважает, в моем понимании, как бизнес-класс мыслит. Если человек не ценит свое время, то есть если у тебя есть время свободное, значит ты не занят. Если ты не занят, значит у тебя нет заказов. Если нет заказов, то что-то с тобой не так. Потому что, по стереотипу у хорошего специалиста, вы когда-то видели, хорошего сантехника без заказов, хорошего врача без клиента, у них очередь обычно. Так же и здесь получается. Если ты готов бесплатно делать, то в чем подвох? В чем подвох? Я не понимаю. Если вы бесплатно готовы делать, то наверное напишите, что здесь или помощники, или какое-то ограничение надо поставить. Вот если вы позиционируете как эксперт. Если вы студия, у вас куча народу, тогда наверное да. Ну объяснить нужно. То есть мы предлагаем бесплатно, почему? Потому что уверенно в наших услугах, уверенно в своем сервисе, хотим еще что-нибудь сделать. Почему? Причину надо дать, почему у вас бесплатно. Если вы причину не объясняете, не даете, клиент додумывает ее, что у вас нет заказов, и вам нечем заняться. Вот и все. Запишись на встречу с нами, расскажем вам обо всем. Вот не хочется тратить время. Опять же, для экономов подойдет, куча халявщиков это привлечет. Бизнес-класс не пойдет бесплатно. Точно. Дальше. Наши услуги, портфолио, блок контакта. Дальше. Давайте посмотрим. Здесь тоже хочется работу сразу. Мне нравится, что есть фотка, вот сразу молодой человек клево, вынушает доверие, дизайнер, в черном, как настоящий архитектор, все супер. Алексей, мы создаем дизайн-террежье, общественное помещение, выполняем. А вас будет интересно, когда? Когда вы расскажете, в чем вы будете полезны мне? Если бы написали, что мы создаем для таких-то клиентов, для меня, что-то, тогда это было бы полезно. А потом я уже почитал бы, почему вы и Аваст. Ну, давайте посмотрим. Хорошо, вот у вас есть текст Аваста. Давайте попытаемся его с ним что-то сделать. Создаем дизайн-террежье в жилых и общественных помещениях, выполняем эскизные проекты, консультируем по вопросам об устройстве внутреннего пространства. Окей. Ну, то есть вы делаете все для всех. Вот, что я сейчас вижу. Мы работаем как с задельными комнатами, так и с крупными объектами. Ну, вот, да, то, что я и опасался. Вы и с бабушкиными комнатами маленькими работаете, и с огромными аэропортами, да, и стадионами, и чего. Так что, если хотите сделать дизайн-проект только одной комнатой, то мы сделаем это для вас. Ну, то есть вы все-таки определите, вы для одной комнаты делаете или для стадиона. Потому что вы понимаете, что такое крупный объект. Ну, значит, наверное, стадион у вас не будут заказывать, например. Или будут. Что такое крупный объект? Может, это квартира 200 метров, крупный объект? Непонятно. И не важно, в каком городе вы живете, может там стоить. Ну, то есть, смотрите, самая большая проблема для всех вообще дизайнеров, что вы хотите как можно более широкую аудиторию взять. Это действительно проблема. Если, ну, к примеру, если вы забьете в фейсбуке или где угодно рекламный аккаунт, и там у вас скажут, аудитория, кому показывать? Мужчинам, женщинам с нуля лет до 99 у вас там выйдет несколько миллиардов человек и попросят, пожалуйста, введите вашу карточку, мы сейчас их отрекламируем. Отклик такой рекламы будет абсолютно нулевой. Ваша задача все-таки сфокусироваться на комнате хотя бы немножко. Вот представьте, когда вы выходите в море на трейлеры, вы на кого охотитесь? На кита? У вас должен быть там специальные снасти, китобойное судно. Если вы на крабов или креветок, у вас, значит, сети должны быть. Вы не можете все вообще взять и дальше там в процессе решать. У вас, скорее всего, ничего не получится, да? Вы не прокормите такой. Краб или матросы разбегутся. Так же и здесь. Непонятно, чем вы занимаетесь, соответственно, эту информацию лучше вообще не писать, лучше просто показать, что вы делаете. Вы запланировали ремонт у себя дома, но здесь уже камон. Где работы? Ага, вот и работа, наконец-то. Ну да, что если ожидать, вы работы почему-то вперед не ставите, а почему? Потому что у вас слабая визуализация. На данный момент визуализация, я не говорю про дизайн, сейчас не будем обсуждать, но визуализацию нужно сделать покруче. Не можете сами, наймите кого-то, вытащите. У вас фотки, кстати, даже есть, да? Где-то вот было-стало, типа. Вот выберите хорошие визуализации и их на фасад поместите, потому что сейчас, пока до них домотаешь, пока помер чем-то занимаешься, работы. Единственное, что может быть интересовать, это ваша фотка. Вот по фотке некоторые люди определяют, доверяют они человеку или не доверяют. Поэтому самое важное, самое главное, конечно, работы показать на фасад и в вашем лично конкретном случае нужно их сделать более качественно. Все остальное, вот это все как белый шум, потому что, как бы смысла особо нет. Вот какие-то комменты пошли. Отзывы у нас на флампе. Выражаю благодарность. Отлично, отлично. Отзывы, кстати, крутая штука, но как-то они очень уж показаны, сжаты, что ли. Как-то читать это все тяжело. Вот у меня страница разъехалась как-то высота. То есть их надо как-то более собрано сделать, цитатно, наверное, как-то так. Отзывы крутая штука, но если они есть, то можно их тоже разместить, но после работы. Всегда все дизайнеры ценятся по работам. Это ключевое, это ваше лицо. Все остальное, это уже дальше дополнительно. Вам надо выбрать самые клевые картинки, либо перевизуализировать их и на фасад разместить. А так все более-менее, но тоже надо перепаковать, конечно, портфолио. А, вот портфолио. Ну вот, да. Когда меня вас советуют, я в первую очередь захожу и смотрю, что вы делаете, и поэтому составляю свое впечатление. У вас, кстати, разношерстный интерьер, и нужно объяснить. Вот у вас и в классике есть, и в современном. Кажется, что вы все делаете. И если я хочу классику, зачем мне современные показывать, например. Просто распыляйте внимание мое. Здесь можно по услугам разделить на разные категории, будет нормально. Ну, в целом, что могу сказать. Ни туда, ни сюда. Работа получше сделать. И, ну, я не знаю, работает, не работает. Сайт, наверное, работает. Не знаю, что вы пишете. Я сейчас высказал просто свое мнение. Да, прошу здесь тоже как-то не обижаться. Я вот просто как человек, как бабушка с лавочки, да, вот у подъезда сидит. Я вот как вижу, так вот и несу. Поэтому смотрите сами. Следующее. Дизайн студии Элена. Не видно название, приходится вчитываться. Ну, в принципе, может, это никого не волнует, это не важно. И что я вижу? Я вижу вот какие-то работы. Вижу работы. Ладно, что делать-то? Вижу работы, отзывы, цены. Что вы делаете? Вы мебель поставляете, может быть, вы ламинат кладете, может, кирпичи, что-то. А вот дизайн студии. Дизайн студии не очевидно, непонятно. Вот как у предыдущий раз, у Алексея было. Вот здесь вот хотя бы понятно, чем вы занимаетесь. Здесь вам тоже надо хотя бы написать, чем вы занимаетесь. Емейл рассылка, телефон. И чего? Ссылка, телеграм. Зачем мне писать? Ну, какой-то призыв к действию. Ничего нет. Дизайн студии. А кто мы такие, что предлагаем? Так, работающая. Выключить лучше по левую сделать. Смотрите, какие у вас конские здесь расстояние. Верстку надо отверстать, взять дизайнер нормального. Кто мы такие, что предлагаем? Мы дизайн студии. А, сделано, кстати, в виде интервью. Это неплохо. Даже может быть прикольно. Я бы даже сделал прям вашу фоточку бы сюда впаял. И вот типа вопрос-ответ. Отвечает эксперт. Вот супер. Тогда было бы позиционирование ваше. Это неплохая идея, да. А сейчас просто непонятно, зачем это читать. Что это такое? То есть это интервью. Это что? Ответы на вопросы. Что такое? В чем польза чтения вот этой информации? Непонятно. Да, вот, кстати, очень круто сделано, что есть частые вопросы клиентов. Это прям зачет. Я сейчас не вчитываюсь в детали, но в целом хорошо. Отзывы клиентов. Отзывы клиентов. Ну да, смотрите. На центральную страницу. Вообще, что должно быть на центральной странице? Все, что создает быстрое впечатление о вас как о положительном герое. Соответственно, отзывы, цены, услуги. То есть все самое важное на фасад вешаем. Все самое важное в минимальном количестве и в минимальном количестве мусора. Тогда будет круто. Вот отзывы тоже сюда же можно. Публикации, если у вас есть. Это социальные доказательства. Тоже в журнал. Вот. Но смотрите, я бы вот прям с этого начал. Смотрите, как круто. Вот. Прям офигенно. Все почему-то прячут самое клевое здесь. Вот если вот это сделать первой страницей, вообще убрать вот это вот все, что здесь, и просто тупо в журнале себя. Это будет достаточно. То есть я в журнале, я делаю проекты, я дизайнер топовый. Меня вот журналы признают. И вперед. Будет все отлично. Это гораздо круче. Вот. Одна публикация. Тем более у вас одна публикация. Зачем вы для одной публикации сделали раздел какой-то специальный? Непонятно. На центральную вешаете и все. И будет все супер. Так. Стоимость пакета. Но здесь хочется, чтобы было, конечно, скачать. Ну ладно. Далеко мы не пойдем. Это все-таки не полноценный разбор. А так, быстренько. Так. Ну вот вы видите, да, как летает у вас уже слайдер. С этим надо что-то делать. Так. А нас портфолио. Обязательно нужно заказать верстку нормальная. Ремонт, отделка, комплектация, проектирование. Тоже хочется. Вот что вы делаете в итоге? Где у вас описание какое-то? Что у вас заказывает? Вы дизайнер или вы строитель или вы визуализатор? Что вы предлагаете? Где я эту информацию найду? Для вас это очевидно, для меня не очень. Так. Новости отлично. Ну вот в июле новость. Сколько уже? Два месяца прошло. Значит, не работает какая-то штука. Кажется, вот у вас за 17-го года, целый год прошел. Значит, видно, что вы не живые и что-то вот вы сделали один раз и вас дальше вдохновение покинуло. Уберите тогда этот раздел с глаз долой. Позора. Чтобы не было. Либо ведите, либо уберите. Вот и все. Направление. Что направление? Тут я начинаю гадать. Нет, с главной не убедили, не продали. Я уверен, кстати, что там есть, наверное, что-нибудь прикольное у вас внутри. Стоимость дизайн. Стоимость дизайн. Пьера дизайн. Так, ну, это что такое? Так, увожу студии. Ага. Так, это кто такой? Автор. Я что-то вообще не понял. Это что такое? Что это? Это вы продаете мебель или что? Короче, я вообще ничего не понял. Простите меня, но, наверное, тут все круто, но что... Это ребус. Это прям ребус. Что вы предлагаете? Что вы... Что у вас можно купить? Где товарок? Где каталог товаров? Нет, это прям совсем-совсем переделать. Все переделать. Дальше. Sunny House. Верстка. Видите, как, да? Это просто нечитаемая просто информация, география, стоимость, все остальное. Вам надо это все перелопатить с нормальным графическим дизайнером. Сразу же видно. Ну и работа, конечно, получше. Это... Знаете, вот первые там, не знаю, какие-нибудь работы взять в больше 15-летней давности. Вот они примерно такие были. По качеству. Да и то даже было, наверное, получше качество визуализации. Что вы... Не можете сами. Если вы представляете услуги, вам надо... Ну, хотя бы все равно сделать качественную визуализацию. Подпишитесь на рассылку и будь в курсе интересных новостей. Да не интересно у вас, а не весело. Зачем быть в курсе новостей, если даже тут не цепляет. Абсолютно точно не будет работать. Вот главная страница новости закрывает. Нет. Нет, это нет. Все... Вообще здесь... Ну, то есть ни одного живого места нет. Портфолио, верстка текста. Я не знаю, это вы или не вы. Непонятно. Подписать хотя бы, что это я. Привет, это я. А то кажется, что это девушка с фотостока. Может быть, это вы вот такая красавица. Но неясно, непонятно. Какие боли? Как мы работаем? Создаем проект за меру потребностей. С версткой все... Ну, даже здесь я не знаю, что комментировать. Все пока очень... А, ну вот, какая-то движуха есть внутри. Да, вот внутри. Так. Ну, ладно. Нет, это все точно переделать целиком. С чистого листа по-нормальному я вот, наверное, выложу. Скоро у меня было видео по сайту. Выложу на ютубе. Посмотрите, вот оттуда спроектируйте. Ну, или вот. Вот это более-менее что-то похоже на правду. На Викси. Ну, смотрите, что это такое. Заплатите уж тогда Виксу. Не надо, чтобы висела эта реклама. Что вы жалобитесь на платный аккаунт? Или сделайте нормально. Ну, вот чужие рекламы, чужие логотипы на своем сайте не надо размещать. Кажется, что у вас вообще денег нет. И, ну, некрасиво это. Ну, что это с лейблом с чужим? Архитектурный... Он сбивает. Главная онлайн-архитектура, архитектурный дизайн. Что это такое? Studio Lixart. Я не понимаю, что вы хотите предложить. Что заказать можно? Каким он должен быть? Ну, знаете, каким должен быть, я могу почитать в любом журнале. Главная задача улучшить вашу жизнь. Осмыслив, что вы делаете? Ага, вот что вы делаете. Супер. Так. Роспись стен. Ну, знаете, как круто. Вот с этого можно начинать. У вас же клевое портфолио. Смотрите, как у вас все супер. У вас три, я понимаю, услуги, да, разных есть. Есть портфолио. Вот самый кайф у вас вот тут. А вот это все мусор. Зачем мне вот эта картинка? Зачем мне это надо? Непонятно. Интерьер. Современно элегантно. Так. Дизайн интерьер. Проект квартиры. Ну вот, да. У вас есть какая-то реализация, да. У вас есть чего-то там вот. Работы. Ну вот, не надо двухколоночную верстку. Нужно одноколоночную. Ну и работа. Ну тоже, кстати, качество визуализации какая-то не очень. Сделайте нормальный, да, проект и в одну строчку. И с них прям начинайте. Прямо сразу, сразу с жизни, да, вот с этой. То, что выше, все не нужно. Архитектура. Так, это вы делаете? Если вы это делаете, реализуете прям? Да ладно. Да ладно. Вот это вот вы все делаете? Ну-ка. За экстерьер JPEG. Не может человек, который вот это сделал, выдать такую визуализацию, которая была. Что это такое? Не, ну это точно не вы делаете. Ха-ха-ха. Так. Ну вот это вот уже более похоже, да, на что-то. И то я даже не уверен, что тут. Накаченные проекты откуда-то? Что это такое? Не позорьтесь. Нет, это Казахстан. Что это такое? Где это? В Казахстане? Короче, накаченные проекты откуда-то? Нет, это ужас. Абсолютный. Ни в коем случае, ни в коем нельзя это делать. Это просто, даже если сильно деньги нужны, не надо это делать никогда. Чужие проекты вытаскиваешь. Что это такое? Так, дальше. Интерьер, декор. Нара Фоминск. Авторская студия дизайна. Что такое авторская студия дизайна? Как я могу понять, что это такое? А вот так. В чем прикол авторской студии? Хочется сразу разъяснение. Какую-то ссылочку, да, и вот автор такой. Это где автор-то, кстати? Где автор? Вы пишете авторской студии, а где автор? Покажите автора. Нету. Так, это что-то вы делаете, да? Выезд объекта на дизайнера, забронирование. Сколько стоит? Ага, вот цена. Только до 30 ноября 2019. Тысяча рублей. Тоже скидка. Типа было полторы, стало тысяча стоимость основного дизайн-проекта. Так. Из чего состоит дизайн-проект? Хочется посмотреть. Так, ну тут более-менее хорошие картинки, да? Вот такой вот стиль. Такой полу-лакшери, да, или лакшери. Не знаю, как он называется, этот стиль. Окей, на любителя. И вот вы типа выезжаете. Вот дойдешь, вы будете делать. Я думаю, что даже это будет пользоваться каким-то спросом. Где-то. Дизайн-проект, ресторан, бар. Вот. У вас, кстати, крутые проекты-то есть, да? Это ваше. Что-то клевое есть. Вот, вот какая движуха начинается. Декорирование, авторский надзор. Так. Вот здесь кажется, что есть с чем работать. И есть, что выводить. У вас есть проекты, да, фотки даже какие-то, да, наверное, есть. Ну-ка. Хотя визуалки какие-то странные тоже. Здесь вам, наверное, нужен просто нормальный дизайнер, который это все оформит. Переоформит. Пока очень все в кашу. Но в целом, наверное, и на фоне там остальных, ребят, может быть, это и будет. У вас, кстати, у вас есть предложение. Вот. Есть супер скидка, да, есть предложение. Но здесь это больше на лейдинг похож, скажем так. Мы об этом будем чуть позже говорить. И цена есть. Оформить заявку. Ну, тоже, да, заявку оформил. Ну, наверное, да. Наверное, кстати, даже кто-то и будет оставлять. Я бы красивую картинку бы вот сюда был. Хотя вот она и есть, да. Ну, хорошо, да. Не могу больше что-то откомментировать. Бесплатный выезд. Больше на лейдинг похожи, а не столько на сайт. Следующее. Да, архитектурный дизайн. Да, проект мастерская дизайна в Томске. Ну, кстати, миленько. Но чего вы делаете? Что вы предлагаете? Где у вас дизайн? Какой? Для кого? Для чего? Неплохо бы написать. Но вообще миленько оформлено. Мастерская дизайн архитектуры в Томске. Работа есть. Да, все понятно. Строительное проектирование, дизайн интерьера. Много всего. Ну, наверное, да. Да, проект мастерская. Много текста. Проект от дизайна. Безупречное качество. Индивидуальный, профессиональный подход к клиенту. Каждый наш проект уникален. Вот не пишите, что он уникальный. Покажите, в чем его уникальность. Вот, я вижу, какая-то у вас уникальность есть. В общем, постарайтесь поменьше писать. Самое идеальное, что можно сделать, это показать процессы. Вот если вы пишете уникальный. Ну, в чем уникальность-то? В чем уникальность? Почему каждый дизайнер должен считать своим долгом и писать, что он уникальный? Не объясняя, что это такое. Ну, вы видите, я уже сколько, 5-6 сайтов посмотрел, и везде есть практически уникальная история. Вот что тут творится, да? Дети выбирают ковровое покрытие, щетки. Ну, да, хотя бы что-то. Да, вот дети выбирают. Какой-то процесс есть. Ну, любим помогать. Закажите встречу. Итог. Какой? В целом, неплохо, но нужно быть более конкретными в том, что вы предлагаете. Непонятно, что вы предлагаете, непонятно, что делать. Мы любим помогать, загажите встречу с специалистом, очень невнятно, непонятно заказать, что тут надо. Должно быть какое-то прям предложение, как в предыдущем было, почему работает. Если вы хотите, чтобы человек заказал, да, что-то у вас прям, вот, прям пишите, что вот у нас вот сейчас срочно дедлайн какой-то, и тогда это будет работать. Но это больше будет на лейтинг похоже. Если вы пишете и делаете сайт, который больше экспертный, в этом случае, конечно, ваша задача, ну, показать, да, что вы делаете. Вот, ну, вот пишите этапы работы. Почему вы картинками не проиллюстрируете? Вот, допустим, у вас есть 1, 2, 3, 4, 5, почему картинки не сделаете? Как это выглядит хотя бы? И, кстати, вот это вот уже и может быть каким-то прям описанием, как это работает. Так, по-моему, все или не все? Вот еще пара человек у нас было. Uno Design. Вдохновляем. Ну, так как вы вдохновляетесь-то? Чем вдохновляете? Закажи дизайн интерьера у профессионалов. А как понять, что вы профессионалы? Я еще не понял, что вы профессионалы. Как вы можете это доказать? Портфолио. Так, позвольте представиться, мы в студии Uno Design. Хорошо, наш специалист профессионально проектирует интерьер любой сложности. Прям любой. Проекты студии реализованы во многих столичных кофейных, ресторанных магазинах, в частных домах и квартирах. В каких? В скольки? Во многих. Это скольки? Где можно посмотреть? Нам говорят, да, как минимум по трем причинам. Мы профессионалы, а значит тонко улавливаем. Ваше внутреннее ощущение, прекрасно, в коротке. Все пустые слова. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. Где, как вы это делаете? Вот если бы вы написали и показали. Давайте, первое, да? Мы профессионалы. Мы тонко улавливаем ваше внутреннее ощущение прекрасного. И, блин, я вот читаю, переключается. В короткий срок создаем проект, который задем, воплощаем безумный треб. В короткий срок это какой? Вот покажите эту картинку. Сделаем эту картинку. Человек хотел в классическом стиле, сделали за три дня. Вот это вы тонко поняли. Или вот человек принес вот такой референс, показать сбоку. Мы сделали вот так по его планировке за три дня. Вот это иллюстрирование и конкретные доказательства того, что вы здесь пишете. Без этого это просто получается достаточно... Голословное такое утверждение, что ли, да? Предлагаем вдохновляющую реализацию. Что такое вдохновляющая реализация? Как понять, что она вдохновляет? Вообще много пустых слов. Их надо заменить конкретными доказательствами. Их нужно доменить конкретными словами и картинками. Следующее, портфолио. Здесь вы можете познакомиться с нашей работой, сформулировать свое представление, как должен быть выглядеть интерьер. Отлично, давайте ознакомиться. Так. Отлично, вот дизайн мой. Площадь, пожелания клиента, конференц-зал. Ну хорошо, портфолио, портфолио. Окей, познакомились. Больше проектов. Отлично, вдохновляем. Уникаем ваше предпочтение, постараемся понять, что будет ближе. Не стесняемся классика и современного. Ну тоже, вы делаете опять все для всех. Если вас посоветовали, и человек уже точно хочет с вами работать, наверное, даже и сайт вам сильно особо не нужен будет. Представляем вам несколько... А вот, да, кстати, опция, да, вдохновляем. Не сразу понял, что там есть именно ваши отличия. Стараемся понять, что вам ближе не стесняюсь классика. Так, дальше. Два. В общем, идея с переключением и с вашими выгодами хорошая, но непонятно, что переключать надо. Я чисто случайно это вот понял. Ну, сопровождаем проект. Можно, кстати, вот это просто провернуть там сверху вниз, но вместо вот этого как-то поставить просто переключением или чем-то. Хотя вот портфолио тоже важно. Триумф. Ну вот в чем я вижу, у вас в классике вы все-таки работаете, а здесь пишите и современное тоже, тоже не до конца понятно. А, и цена есть. Ценовые решения. Закажи, да, не надо. Uno 7 USD, 15 USD, Uno Plus, скачать портфолио. А, кстати, ну вот у вас цена небольшая, это скачать портфолио. Что-то слышал, где-то рассказал. Так, нашел в Google. Скачать портфолио. А, вот портфолио есть. Ну, кстати, да, вот портфолио неплохо. Отлично. Вот какие-то там... Да, 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 вот это хорошо. Вот на самом деле вот это вот портфолио, да, если шрифт еще сделать более читаемый, и вот у вас есть клевые картинки, вот это гораздо лучше там того, что есть. Я бы вот зачеркнул бы сайт и сделал бы просто портфолио, и это было бы окей. Это было бы более чем достаточно. У вас хорошо оформлено портфолио, а вот с сайтом, ну, не уверен. Сайт, мне кажется... Короче, людям не нужны вот эти вот все тексты, да, им нужна картинка, которая им понравится, и доказательства, что вы это сделаете, в чем вы профессионал или что вы делаете, и предложение какое-то. Вот у вас очень похоже портфолио. Я не знаю, кто сейчас смотрит видео, подтвердите, пожалуйста, или опровергните, да, вот что ты смотришь на эту картинку, сайт, куча всего текста, глаза разбегаются, и ты смотришь портфолио, смотришь, да, ребята разбираются в классике. Все супер. Ребята разбираются в классике, они сделают мне. Можно звонить, вот есть какие-то клевые вещи. Вот это все мне нравится. Короче, у вас PDF-ка, если бы я ее не увидел, он очень просторился, а вот с PDF-кой прям супер классно. И последний у нас участник, дизайн-студия интерьеров Ольги Алексеевой, от концепции до воплощения. Работать надо со шрифтом и со всеми остальными делами. Это что такое? Так, здравствуйте, Ольга Алексеева. Где фотка? А, вот фотка есть, отлично, молодец. Дизайнер специализируется. Так, начинает все летать. Ну вот как, я начинаю читать, вдруг я хочу почитать, и начинает все бегать. Специализируется на дизайн-общественный интерьер, в магазинах информаторов, в ресторанах. Кстати, классно, что написано, на чем специализируется салон, но я вот опять не могу увидеть, что произошло. Почему у вас бегает? Очень плохо, когда бегает, вот я пытаюсь почитать, и у меня уходит. Вам надо отверстать это все нормально, если вы задумывались о ремонте квартиры, дома, торгового, рабочих пространствах, может возникнуть вопрос, нужен ли вам дизайнер. Вот зачем вот это вот? Вы можете сразу задать, нужен ли вам дизайнер. Вопрос. И дальше. То есть вы можете это все сохранить, сократить несколько раз. Цель студии дизайнер, создать проектный гармоничный железнодорозобный интерьер для заинтересованных участников проекта. Наш интерьер будет жить тоже. Лучше все это конкретно показать, рассказать, постарайтесь все абстрактные вещи, которые вы пишете, абсолютно все, писать в сжатом формате и показывать картинками. Тогда будет все очень круто. Мы создадим дизайн проект с учетом норм проектирования в рамках заложенного бюджета. Подберем материалы, разберем техническую документацию, можете заказать сопровождение проекта, включать. Ну хорошо, да, тут написано хотя бы, что вы делаете, отлично. Рекомендации наш клиент, наш слушательный наград. Обратите, где отзывы? Если вы пишете про отзывы, должны быть отзывы. Магазины. Одних из наиболее эффективных способов. Тоже очень много воды у вас лишней. Вам нужен копирайтер, который отожмет этот текст. Не знаю, с чего начать. Коммерческие объекты, частные объекты, отзывы наши. А вот отзывы пошли. Отзывы, кстати, неплохо, где вы пишете об отзывах. Так, и что-то свяжитесь с нами. Свяжитесь со мной, с телефоном. Что могу сказать? Видно, что у вас есть проекты, но какие-то странные, да, по качеству и фоток, и визуализации, а какие-то уже реализованные и клевые. Я бы оставил только самое клевое, именно оно запомнится и брал бы все лишнее. Вот я могу сказать, выдать общее замечание по всем первым страницам сайта. У вас там прям свалка всего и непонятно, на чем фокусироваться. Первая страница, естественно, достаточно странная, да, и может быть, потому что хочется все рассказать для всех. Но, к сожалению, так не работает. Когда вот все, отовсюду какие-то картинки, все что-то вот летает, я пытаюсь прочитать, оно улетает, это вот все начинает бесить. И когда вот длинные тексты с кучей ненужной информации, просто потому что она лишняя, и лишних слов вводных, непонятно это все. Вот есть какая-то движуха. Самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы показать себя профессионалом, это показать, как вы что-то делаете в жизни. Самое клевое, что можно сделать, чтобы показать, что вы эксперты, показать фотки реализованных объектов, там вот эти, да, поэтому это все на фасад, это на главное. Потом уже все остальное, потом тексты, потом описание. Вообще все эти тексты можно, если они нужны, спрятать куда-нибудь в, либо там о компании, либо обо мне, либо еще куда-то. Кстати, вот эта боковая штука, она не очевидна, потому что все привыкли поверх, чтобы она была. Поэтому не всегда она будет работать. Окей, значит, спасибо всем большое, что прислали. Мы разобрали первую часть по сайтам. Извините, если кого-то обидел вдруг, но лучше я скажу, чем вы будете не терять клей это в дальнейшем. Мое мнение, это только мое мнение, не претендую на истину в последней инстанции, поэтому решение дальше принимать вам. Смотрите, делайте, как считаете нужным. Спасибо.